Всем здравствуйте. Да, я являюсь именно этим человеком. Спасибо большое, как красиво меня описали. Всем добрый день, добрый вечер. Да, действительно, мы запускаем марафон. Такая предновогодняя тенденция. Все любят это делать. Мы все немножечко в душе дети. Мы все любим праздники, мы все любим чудеса, мы ждем чудо. Мы, как бы там ни было, какие бы мы скептики и приземленные люди, мы все равно любим. Где-то глубоко в душе, наверное, мы верим. Даже не любим, а любим верить. Мы верим в то, что существуют чудеса и желания исполняются. Действительно, это так. Это так, и это не стоит отрицать, потому что мудрейшие еще много веков назад сказали, что человек имеет ровно столько, сколько он хочет. Он получает ровно столько, сколько он хочет. Если он этого желать не будет, у него это не возникнет. Это связано... В принципе, это связано с его желаниями, это связано с энергетикой, это связано с простейшей системой, как это работает. Сначально у человека есть намерение, желание, дальше он все это воплощает в жизнь. Либо так случается, и он удивляется, как-то так. Какое-то случилось чудо, оно само все это произошло. Но произошло не само. Есть определенная закономерность, есть определенная система, как это работает. Так вот, сейчас, да, конечно, такой хайп, конец года, все проводят марафоны, марафоны желаний, пишут карты желаний, это не совсем то, о чем вы, может быть, сейчас подумали, да, называется тоже марафон желаний, почему? Потому что, во-первых, красивое название, во-вторых, оно описывает то, чем мы будем заниматься. Действительно, мы будем работать над своими желаниями, но с помощью карт Таро. Мы не будем делать, мы не будем делать карту желаний, мы не будем что-то рисовать, мы будем все визуализировать. Почему пришла в голову такая идея? Потому что почти на каждом вебинаре, потому что на каждой лекции, на каждом прямом эфире два, три, четыре вопроса всегда о том, как с помощью карт Таро можно там творить магию, либо можно медитировать, либо можно загадывать желания, а вы это делаете, а вы с этим работаете. Кстати, не секрет, да, что Кроули, Папиус, они конкретно работали, то есть они использовали карты для того, чтобы программировать определенные события в жизни. Так вот, вы прекрасно, вы взрослые люди, вы понимаете, что карты ничего сами не программируют, программирует сам человек, который работает с этими картами. Карты – это инструмент, поэтому не будем верить тоже в барабашек различных. Карты – это инструмент, с которым мы работаем и с которым мы управляем своим собственным намерением, своей собственной волей, своим собственным астральным полем, своей собственной энергетикой и, опять же, закладываем в определенный сценарий событий. Поэтому, что будет из себя представлять этот марафон? В первую очередь, мы будем работать с энергиями. К сожалению, марафон недолгий, мы сможем только проработать определенные энергии, которых вам будет достаточно для того, чтобы начать. Если вам станет интересно, если вам понравится такой способ, если вам понравится такая система, такие возможности, то мы можем продлить. И после Нового года, если будет такое желание, мы можем тоже попрактиковать, поработать с энергиями старших арканов, с энергиями старших арканов Таро. Для того, чтобы загадать желание, будет достаточно трехдневного эфира. Для того, чтобы не загадать желание, а для того, чтобы понять, как это делается. За три дня мы сможем с вами поработать с пятью старшими арканами. Начинаем с Шута, затем Маг, Верховная Жрица и Императрица, Император. Земные энергии. Кто знает старший аркан, тот понимает, что это первая семерка старших арканов, которая отвечает за то, что мы можем воздействовать, на то, что мы можем сами управлять, и то, что связано непосредственно с нашей энергетикой. Поэтому, что мы будем делать на трехдневном эфире, марафоне, эти три дня мы будем работать над энергиями старших арканов. Начнем с Шута, Мага, откроем себе коридоры, определенное пространство. Это будет как-то похоже на медитацию, на аффирмацию, но мы не будем отходить от системных значений. То есть там все придумано за нас, там заложено уже все давно, мы просто это изучаем, доучиваем, дочитываем, глубже как-то проживаем это все. По сути, мы в прямом эфире на протяжении двух часов будем проживать энергию карты. Опять же, для чего? Для того, чтобы создать правильное энергетическое поле, либо правильное внутреннее состояние, чтобы уметь загадывать желания. Вы потом научитесь, вы поймете, как это работает, вы поймете, что вы при этом чувствуете, вы запомните это ощущение, потому что есть такое понятие, человек не может что-то сделать, то есть он не может до чего-то найти, когда он не знает, на что это похоже. Он не знает, что это, он не знает, с чем это едят, вообще, чем это пахнет, как это можно почувствовать, поэтому мы это прорвем, мы это почувствуем, и дальше вы будете сами это использовать, с карты, не с картой. Самое главное, вы должны именно почувствовать то состояние, которое вам откроется. Я надеюсь, что у всех получится, я думаю, что, в принципе, у всех обычно всегда все получается. Поэтому, опять же, это связано с самой техникой загадывания желаний, потому что вы все прекрасно знаете, что у кого-то что-то сбывается, у кого-то не сбывается, и потом вот кто-то пишет, ой, как хорошо, как классно. Я сейчас говорю не про себя, я сейчас говорю про комментарии под любыми марафонами, которые сейчас проходят. У кого-то просто иногда получается, и в каждом марафоне участвую, и везде у меня все происходит. Это зависит не от самого марафона, это зависит от того состояния, в котором человек прорабатывает этот марафон, загадывает желания. Существует очень много техник, их придумали не сейчас, их придумали давно, и на протяжении последних 30 лет очень много книг издано. Особенно вот как началось это с 90-го, 90-х годов, в принципе, каждые десятилетия их на рынке книжной продукции все больше, больше, и больше, и больше. И все равно мы сталкиваемся с тем, что у кого-то происходит, у кого-то не происходит. Есть очень много причин, одна из самых основных причин, с которыми мы будем работать, это внутреннее состояние, состояние намерения загадывающего человека. Ну, это если в двух словах, если более подробно. Ну, смотрите, в первую очередь сейчас покажу колоду, с которой мы будем работать. У меня две колоды, на одну я не загадываю желание. У кого есть, можете приобрести колоду старших арканов. Можете не приобретать, достаточно будет того, что я буду показывать. Я буду использовать Висконти II, мне она очень нравится. Марсельская школа. Я буду из этой колоды использовать старшие арканы. Можете взять любые другие, неважно. То есть, почему, опять же, старшие арканы? Эти практики можно сделать на любом аркане. На старшем, на младшем, на чем угодно. Когда вы поймете принцип, как это работает, потому что самое главное здесь, это вы. Непосредственно вы человек, который с этим работает. Потом поймете, что это можно делать и со старшими арканами, можете сделать это с младшими, можете сделать это с цветочками, с ромашками, с тюльпанами, не знаю, с листьями, с деревом, с чем угодно. Это инструмент, который вам помогает настроиться. Потому что, когда мы на что-то настраиваемся, мы должны четко понимать, что мы будем сейчас делать. Во что попадает, какое состояние попадает человек. А что делать, что делать, что я должен чувствовать, как. Здесь все написано и прописано. Там, допустим, шут. Что он делает? Старший аркан шут. Нулевой аркан, который стоит и в начале, и в конце старших арканов. Он нам открывает возможности. Это старший аркан, который имеет доступ к информационному полю. Это такой человек в маске. Даже не человек. Это бесполая считается вообще в азотерике. Шут считается бесполым. Ну, если глубже копнуть, к нему относится кермофродит. Ребенок Афродита и Гермеса. Здесь бесполая такая субстанция. Это имеется в виду энергия начала. Что такое шут? Мы должны по шуту позволить себе верить в чудеса. Позволить себе подключиться к энергии. То есть, что мы берем? Почему старший аркан? Потому что это уже готовая система, которая пользуется на протяжении нескольких столетий и у всех работает. Почему мы должны терять эту возможность? Мы же можем этим воспользоваться. Все придумано до нас. Конкретно будете вы держать эту карту в руках, либо не будете держать эту карту в руках. Как вы хотите. Если у вас есть колода, кто практикует, то можете. Потому что это что-то, что помогает вам на что-то настроиться. Вот какие-то выработать в себе ассоциации. Вот что у вас с этим идет? Ну, опять же, у всех разные картинки. В разных колодах. Вот, допустим, в Инкор Таро вот шут. Это просто вот маска. То есть, поэтому у каждого человека хорошо работает. То есть, у каждого человека совершенно разные возможности что-то представлять. У нас это будет что-то подобное медитации. Потому что я буду говорить, мы будем расслабляться, я буду говорить, буду в определенное состояние вводить людей. Не в смысле я там буду их программировать как-то. Нет, я просто буду рассказывать, что, в какое состояние они должны войти, что они должны представить, как они должны сесть, расслабиться, подумать. Но что мы будем делать, если аркан шут? Мы будем прорабатывать энергию нового. Потому что это аркан, который готов, он открыт всегда. Это маленький ребенок. Это, знаете, из серии... Смотрите, все, кто путешествовал по Индии, допустим, кто жил в Индии, кто путешествовал по Индии, если им доводилось сталкиваться со святыми, с просветленными людьми, вот они в большинстве случаев как дети. Они как дети, ну, потому что они находятся уже в другом мире. Они перманентно находятся там в состоянии саматки постоянно, и их какие-то бытовые вопросы не волнуют. Вот когда ты приезжаешь, допустим, с какими-то там экскурсиями, там приезжают какие-нибудь бизнесмены такие, смотрят на этого там просветленного, говорят, что это вообще, что это за шут такой. И потом через каких-то там 30 минут они впадают в такое же состояние. Не в смысле их кто-то там как-то на них влияет. Нет, они расслабляются. Они тоже через полчаса начинают там сидеть, качаться, петь какие-то песни. Они расслабляются. Так вот шут – это как раз та энергия, которая будет нас расслаблять и вводить вот в это доверительное состояние. Поэтому я не люблю тоже, когда шута называют дураком. Шуты – это реально просветленные люди. Конечно, нам до шута далеко, но хотя бы прикоснуться к этому. Мы не будем петь песни, мы не будем смеяться и прыгать, скакать, как шуты. Это к тому, чтобы расслабься и попробовать быть ребенком. Ребенком в смысле открытости, в смысле доверия. Потому что ребенок, который еще не сталкивался в жизни с предательствами, с болью, состраданиями, я имею в виду эмоционального характера, они доверчивые, они открытые. Так вот, одно из условий того, чтобы правильно загадать желание, потому что сейчас не хочу много рассказывать, мне нечего будет рассказывать на марафоне. Это одно из условий. Поэтому мы прорабатываем энергию. Есть у вас карты, нет у вас карты, мне не важно. У меня есть колода, я ей буду пользоваться, я вам буду рассказывать. Мне самое главное, чтобы вы это прочувствовали, чтобы вы позволили себе расслабиться. Маг, основной принцип мага – это уже действия. Маг владеет стихиями, он четко осознает, что в моих руках все. То есть мы сначала открываемся, мы доверяем пространству, а затем мы включаемся в поток и понимаем, что у нас есть… Вот мы будем делать медитацию на пять сторон света, а потом будем заземляться, получается, четыре стороны света, еще небо и земля. Ну, космос, допустим, и земля. Поэтому для чего? Для того, чтобы человек понял, что он может получать откуда? Справа, слева, хорошее, я имею в виду, благо, энергию. Сейчас тоже опять не буду глубоко уходить. Поэтому есть карты, нет карты. Это все равно, что вы будете спрашивать, не страшно ли делать медитации, а не греховно ли делать медитации или аффирмации. Что такое медитация? Это способ остановить ум. Все, способ остановить ум, чтобы почувствовать свое… услышать свое высшее я. Грех это или не грех? Это тоже такой вопрос интересный. Человек пытается понять самого себя. Как же это не грех? Сто процентов это не грех, потому что человек разбирается в себе. С помощью арканов это такая же медитация, только конкретная. Знаете, вот как мы не будем сидеть 15 минут и петь Ом, или Ом, Мани, Подмехом, что-нибудь. Нет. Я буду вам описывать состояние, в которое вы должны погрузиться. Я постараюсь помочь. То есть кому-то помогает эта энергия арканова, кто-то может на нее смотреть, у кого хорошо работает визуализация, кто-то может ее просто представить. Поэтому есть эта карта, нет, неважно. У меня она есть. Я использую не саму карту. Я использую знания, которые заложены в эту карту. Я всегда своих учеников тоже учу смотреть глубже. Не смотреть на то, что сделано. А для чего это было сделано. То есть само по себе… Да, вот допустим, у нас есть ручка. Ну ручка и ручка. Самое главное, как ты ей пользуешься. Да, для чего она тебе дана. Для того, чтобы писать величайшие какие-то вещи, да, или просто там кто-то пойдет этой ручкой там нарисует. Ну на заборе, наверное, нарисует. Но неважно. Кто-то пойдет ее там поковыряется где-нибудь. То есть в зависимости от того, как ты этот инструмент используешь. Такая же история и с картами Таро. То есть не обязательно быть Тарологом. Карты Таро – это называется то, от чего я буду отталкиваться. Это как раз, чтобы люди понимали, что мы не будем клеить на стену плакат. У вас все должно быть в голове. Все, что вы хотите. Если вам так легче, это немножко другое. То есть да, это тоже работает, когда люди клеят на плакат. Я, кстати, ни разу не участвовала ни в одном марафоне. Все хочу купить, посмотреть, что там люди предлагают. Я просто знаю, откуда это. Я читала эти все книги. Их очень много. Да, это работает, потому что это визуализация. Человек постоянно это видит. Он об этом не забывает. И он знает, что это должно произойти. Это как заикарение. Но опять же, все намного проще и быстрее. Ты можешь год смотреть на этот плакат и входить в определенное состояние, чтобы это произошло. Рано или поздно там может как-то сработать, а может не сработать. Либо ты сразу входишь в это состояние потока. Тоже многие рассказывают про поток. И когда спрашиваешь, а что для тебя такое поток? Что это за состояние потока? Ну, это вот поток, когда ты находишься. Ну, это там все легко получается. То есть люди иногда, которые рассказывают о том, что нужно состояние. Они даже не знают, что это такое. По сути, что я буду делать? С помощью старших арканов настраивать на определенный поток энергии. По каждому старшему аркану следует определенный поток энергии. Допустим, если аркан фортуна, соответственно, это удача. И мы настраиваемся. Это такое колесо года, колесо жизни. Колесо... В этот раз мы не будем этого делать. То есть каждый аркан несет соответствующую энергию, которая за ним следует. За этим арканом. То ли аркан уверенности, то ли аркан заземленности, то ли аркан денежной энергии, то ли аркан принадлежности к своему роду, к своей личной истории. Либо аркан для открытия сердечной чакры, карта влюбленной. То есть арканы — это энергия, к которой мы будем подключаться. Потому что, смотрите, мы будем работать с арканом императора. Это энергия отца. Императрица — это энергия матери, и император — это энергия отца. Я даже думала изначально сделать императора и императрицу в один день, а потом решила все-таки разделить, потому что это разные вещи. Это мужская и женская энергия. Поэтому, что такое, для чего мы должны это сделать? Потому что, если вы слушали мои лекции про деньги, либо про какие-то денежные установки, либо про все, что угодно, что человек хочет добиться, и у него не получается. И он долго-долго разбирается, а потом оказывается, что где-то когда-то ему кто-то что-то сказал. То есть сейчас я не хочу вдаваться в психологию. Есть очень много факторов, когда у человека что-то не получается. То есть винить все на родственников, на отца и мать нельзя. Но сама по себе энергия императора, она подразумевает энергию отца, энергию родителя, энергия того, что была заложена с корнями в детстве. Мы от этого не отказываемся. Мы от этого, мы не отрезаем себя от отца, от родственников и так далее. Другая энергия императора – это ответственность. Ответственность за свою собственную жизнь. То есть что мы делаем? Мы обрезаем привязку, к чему мы там привязывались. Нам в детстве сказали, что деньги это, не знаю, деньги только у бандитов или не у хороших людей, либо много хочешь, мало получишь, и все, человек с этим живет. У него закладка, что если ты хочешь иметь много денег, то ты должен постоянно работать, работать, работать. Хочешь там себе, не знаю, Lamborghini, или там Porsche Cayenne, это только вот у проституток. Я слышала, что на Porsche Cayenne, извиняюсь. Никого не хотела оскорбить, ни в коем случае. Просто это какие-то такие, то есть тоже, это из общего чата тут написал, когда я лекцию об этом читала на YouTube. что дорогие вещи, дорогие машины только у нехороших людей и нехороших женщин. То есть вообще, это какие-то установки, ты иногда слушаешь, думаешь, откуда это все. Так вот, что мы будем делать, ну, пламя того, что с детства у нас еще идет, когда родители что-то закладывали. Допустим, у родителей была сложная жизнь, у родителей что-то не получалось, и вот, либо какое-то окружение, либо какие-то родовые программы. И что мы будем делать? Мы будем это все заземлять. Это не, опять же, мы ни от кого не отрекаемся, мы ни от кого не отходим. Мы просто становимся ответственными за то, что мы желаем. Потому что мы становимся ответственными за то, что мы хотим, и за то, что мы желаем, и за всю свою жизнь. То есть мы понимаем. Практика заземления, она очень классная. По-другому, ее можно назвать обычным русским языком, то есть посадить кого-то на попу и объяснить, что вот в жизни все намного проще, да. Это называется практика заземления. Ты сам для себя император, вот бери и делай. От того, что ты будешь ходить и мечтать, все равно надо что-то делать. В любом случае, что-то делать. Да, ты должен желать, ты должен мечтать, но ты должен, опять же, внутри себя понимать, что это твоя ответственность, что ты этого хочешь. То есть не думать о том, что тебе кто-то это даст, кто-то это тебе принесет. Понятно, что ты сделаешь сам. Каким образом? Ты это и просишь. Ты просишь, ты загадываешь за желание, чтобы сложились так обстоятельства, чтобы тебя направили, чтобы тебе подсказали, чтобы слабо, и реально так происходит. Но по практике заземления по императору мы конкретно принимаем решение и берем ответственность за свои желания, за свои поступки, понимаем, что этой жизнью управляешь только ты. Ты управляешь своим этим Поршем Каена и своей Ламборгини и своим, не знаю, там Фордом, Мустангом, чем-то там Теслой. Это твоя жизнь, это твой путь. Вот это и есть практика заземления. По сути, это называется немножко сесть на попу и успокоиться. Никого ни в чем, не ждать от родителей, не ждать, не обвинять детей, вот я ничего не сделала, потому что я родила детей, я была мамой. Дети ни при чем. То есть вот опять же, вот я это называю практикой заземления. Может быть, сейчас я немножко утрировано все это сказала, но так, чтобы было доходчиво. Там немножко все это глубже будет, мы будем прорабатывать определенные, потому что там идет такая система. Изначально мы заземляемся, а по следующий аркан верховный жрец, это уже про родовое древо. То есть мы в любом случае не отрекаемся ни от кого, мы не выходим своего семейного эгрегора. Мы просто по старшему аркану император включаем в себе энергию, в себе энергию императора. В каждом человеке, будь то мужчина, будь то женщина, ребенок, там мальчик, я не знаю, там кениц, там индус, у каждого человека есть внутри энергии, женские, мужские. Энергия императора это как раз энергия ответственности. Мужская энергия, да, это получается такое, потому что, ну, в каждом человеке должен быть баланс этих энергий. Понятно, что в мужчине доминирует определенная энергия, в женщине тоже определенная энергия. Но для того, чтобы, допустим, если женщина, женщина же тоже может загадывать желание и хотеть, есть же такие женщины, которые загадывают, я хочу много зарабатывать, я хочу наслаждаться жизнью, я хочу управлять своей жизнью, я хочу управлять самолетом, да, допустим, любые энергии, управление, власти, это, да, энергия императрицы, это тоже деньги, мы это тоже будем, это тоже благо, это ценные блага, ну, также и любовь, также это энергия матери. Император, это энергия, в первую очередь, энергия ответственности. И есть очень много людей, которые продолжают где-то на подсознании, может быть, винить, кто-то не винить, но все равно это остается, поэтому мы это будем как бы убирать по энергии императора и возлагать на себя ответственность, то есть не объять свое детство, там, где-то неправильно родился, или не так, не так воспитали, все это уже было, мы это все осознали, отодвинули все это прошлое, мы там не копаемся, мы идем дальше, находимся в настоящем. Вот это и есть практика заземления. Понимаем четко, что мы в своей жизни, как император, мы создаем себе то, что мы хотим, не опираясь на то, чтобы это уже было, то есть прошлое невозможно изменить, можно только изменить отношение к этому прошлому, то есть не стоит что-то доказывать, что-то объяснять, оно уже было, оно произошло, все, поэтому мы от этого как бы отворачиваемся, разворачиваемся в сторону своего там будущего, здесь больше даже, мы не будем там программировать свое будущее, мы просто должны будем прочувствовать, но я потом буду рассказывать, мы должны будем прочувствовать с помощью определенной медитации эту энергию, я здесь, я здесь, я отвечаю за все это пространство, я отвечаю за то, что будет здесь происходить, и только на мне лежит ответственность за то, что будет происходить дальше в моей жизни. Допустим, когда мне нужно принять какое-то решение Я даже в какой-то лекции рассказывала Я просто очень люблю По нумерологии у меня двойка То есть я шестерка и двойка Если по аркану души я двойка, верховная жрица По нумерологии я шестерка Я часто использую эти арканы То есть второй, шестой и аркан справедливости Когда мне нужно принять какое-то решение Это прям вот у меня такая традиция Я с ним сплю, с этим арканом Когда действительно я не могу Ну не могу я принять решение Я понимаю, что оно может кого-то задеть в чьи-то чувства Либо кого-то обидеть Либо даже самые простые решения, которые касательно выгоды и денег А вот когда касательно чего-то личного, их сложно очень принять Когда касается особенно решения других людей Поэтому есть определенный такой ритуал То есть я принимаю душ, ни с кем не разговариваю Я кладу этот аркан под подушку В принципе, справедливость – это богиня Изида На многих картах, особенно у Кроули, Папюса Папюса, по-моему, Изида, она изображена еще на верховной жрице Поэтому это вот... Но если вы знаете нумерологию, допустим, аркан справедливости Если его брать как одиннадцатый аркан То есть одиннадцатый аркан – это есть двойка Да, один плюс один – два Ну если даже так пересекать То есть я беру верховную жрицу, я беру Исиду Плюс беру справедливость, кладу ее под подушку И загадываю сон Обычно просыпает... То есть не снится сон Я просто просыпаюсь с решением Не надо ждать, что что-то приснится Либо придет какой-то ангел, который скажет Так, бери ручку, быстренько записывай Сейчас я тебе буду рассказывать То есть обычно я просыпаюсь утром Я начинаю прокручивать То есть есть такой лайфхак Ты просыпаешься, ты не бежишь, не хватаешь телефон Хотя я постоянно себя стараюсь там останавливать Но первое, что ты берешь, ты говоришь, что телефон Проспал, не проспал, будильник там Я же тоже мать, у меня тоже дети Я просто встаю рано утром в школу их отправляю Бужу, вернее, в школу Но надо, чтобы не забыть то, что тебя приснилось То есть я открываю глаза Если я загадывала желание Первое, о чем я думаю Что я... Вот какое решение я принимаю сейчас Почему говорят, утро вечера мудренее То есть надо переспать Я вот даже часто многим говорю Переспи с этой мыслью Ну вот я сплю со справедливостью У меня есть отдельно из колоды Египетской Да, из египетской Там как раз прям Исида, она мне очень нравится Я оттуда достаю эту карту И с ней сплю Вот такую практику Просто когда ты знаешь, какой аркан за что отвечает Ты используешь Это как дополнительная энергия Которой тебе не хватает Вот не хватает мне взвешенного там Взвешенности там Или здравомыслия Холодного ума Рассудка Мне часто Я рыба Я эмоциональная Я очень часто принимаю решения Эмоционально Да, по асценденту Там я, допустим, козерог Я тоже говорю Ну как бы Мне это помогает работать Зарабатывать И выстраивать свой бизнес Там по жизни На протяжении всей жизни Но Я часто принимаю Очень часто принимаю решения Эмоционально Под воздействием эмоций Поэтому мне вот не хватает Не хватает определенной Заземленности Вот именно этой Энергии справедливости Поэтому я использую Я уже не первая Поняла вопрос Смотри В первую очередь Люди поймут В каком состоянии Голлане Потому что Одно дело Когда все пишут Вы должны погрузиться В поток И находясь в потоке Пожелать от всего сердца В какой поток погружаться Как это выглядит Что я должен при этом чувствовать То есть Мы должны То есть На протяжении этих трех дней Я постараюсь Делать все Чтобы Участники марафона Прочувствовали То состояние В котором Они должны загадывать желание Объясню на простом примере Почему чаще всего Сбываются Проклятия И какие-то Негативные вещи Потому что Человек Как правило Чаще всего Это же происходит Необдуманно То есть В состоянии гнева В состоянии агрессии В состоянии Вот он что-нибудь скажет И оно раз И произошло Потому что В том момент Он реально находился В потоке Мощной энергии Энергии агрессии Энергии Это тоже энергия И неважно Там хорошая Она или плохая Кто знает физику Там не бывает Киложоули у нас Не измеряются Они не бывают Отрицательные Киложоули Это только в плюсе Энергия не бывает Отрицательная Она бывает Просто направлена В положительную Либо Как бы На какие-то действия Которые могут повлиять Положительно Или отрицательно На какого-то субъекта На которого была Направлена Эта энергия Поэтому Все эти три дня Они будут Про то Что Как погрузиться В то именно состояние Чтобы Именно попросить То чего мы хотим Потому что Определенное состояние Оно Энергия Загадывания Желание Да Это в первую очередь Намерение Мы должны Очень сильно Чего-то хотеть Но если человек Будет находиться Допустим Если человек Находится В состоянии Депрессии У него ничего Не сбудется У него ничего Не произойдет Потому что Это низкие вибрации Не сможет он И Если вы послушаете Много Мудрых учителей Там Индийских В частности Есть даже Такая Очень интересная Лекция Сейчас даже Не помню У кого я слышала У кого бобы Но вот Они часто Говорят о том Что Почему Мироздание Иногда Погружает Человека В состояние Депрессии Чтобы он Реально Не натворил Глупости Потому что В этом состоянии Он ничего Не сделает То есть Ну Может сделать Что-то такое На физическом уровне Но он Не сможет Чего-то там Нажелать Себе Изменить Себе карму Потому что В состоянии Депрессии Он слаб Он энергетически Слаб Он ничего Там себе Не загадает Не нагадает Не напридумывает Не изменит Судьбу В худшую Сторону А вот Единственное Что Либо Шикарное Глубокое Состояние Любви Парения О чем Рассказывается В тантрических Практиках Что многие Путают Недавно В чате Моих учеников Тантрического Секса Произвращенный Секс Это потому Что Реально Так бытует До такой Степени Извратили Тантру И сейчас Тантру Почему-то Ассоциируется С какими-то Сексуальными Извращениями Хотя это Вообще Про энергию В которой Нужно Творить Магию И загадывать Желания Это Получается Возвышенная Энергия Чувственной Любви Когда Женщина Много 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 Чего Добивается Здесь Такая Поговорка Говорят У него Жена Бруха Сумхер Бруха Сумхер Бруха То есть Его Жена Ведьма Почему Потому что Тут четко Если мужчина Имеет Значит у него Хорошая Женщина Дает ему Правильную Энергию Здесь тоже Четко Жена Это шея Она его Направляет Она ему Указывает Поэтому Женщина Которая Любит Она может Из человека Сделать Успешного Человека Ну не каждая В зависимости Какая у него Воля Намерение Энергия И так далее Ушла я далеко От темы Поправь меня Алина Если что Потому что Совсем Меня занесло Суть в том Что я буду Помогать Настраиваться На ту энергию В которую Мы должны Желать Допустим Если мы Хотим Состояться Как жена Как Любимая Женщина Мы прорабатываем Энергию Верховной Императрицы Если мы Хотим Попросить Вот этой Мудрости Вот этой Кошачести Вот этой Глубины Вот этого Благоразумия Именно Брухости Как говорят В Каталонии Его жена Брух Это верховная Жрица То есть Каждая Женщина Потому что Женщины Они более Они более Мудрые На самом деле Они может быть Менее решительные Но Вы понимаете О чем я говорю Да То есть С помощью нежности С помощью ласки Но это опять же Другая карта Это карта Силы Это когда Женщина Хочет научиться Управлять Своим Мужчиной Верховная Жрица Это про Мудрость Это про Мудрость Про Дипломатичность Мудрость В соединении С Верховной Жрицей И Императрицей Императрица Это хорошая Карта На Получение Энергии На подключение К энергии Любви Материнства Я буду обо всем Рассказывать То есть Как мы погружаем Себя В состояние Императрицы Для того Чтобы стать Императрицей Все И рассказываю В трех-пяти словах Что такое Энергия Императрицы Если мы хотим Обрести Качество Верховной Жрицы Я буду Рассказывать Как мы Погружаем Себя В состояние Как это На ощущения Как это В чувства Как это Что мы Должны при этом Чувствовать Как мы Должны себя Ощущать На каком Свете Ну понятно Что на этом Свете Что мы Должны при этом Ощущать Есть очень Много Женщин Которые Врожденно Это умеют Вот просто Они родились С этим Они интуитивно Это чувствуют Они умеют Кому-то Приходится Учиться Кто-то Кто-то С этим Рождается Кому-то Это дали В семье То есть Разные Ситуации Бывают Кто-то Это чувствует Интуитивно Но по-другому В картах Второй Это называется Энергия Верховной Жрицы Либо энергия Мага Почему говорят Маг-манипулятор Ну потому что Он знает Как сделать так Чтобы все Вокруг работали Либо все Вокруг что-то Делали Ну потому что По сути Это хороший Если переводить На наш современный Язык Маг Это хороший Управленец Это стратег Тактик В одном лице Который Может поставить Цель И сделать так Чтобы все Это Все это Все это Сделали Почему Потому что Он владеет Стихиями Вот мы это Будем проходить Мы это Будем чувствовать И понимать А что нам Уверенность Мага И желание Все познавать Всему учиться И двигаться дальше Мы не привязываемся К картам Мы отталкиваемся От энергии Потому что Многих пугает Карты Боже Как это так страшно Это какая-то магия Все в нашей жизни Магия Говорят мои дети Когда говорят Так это химия Не ешь Говорят мама Говорят химия везде Все у нас У нас все химия Да действительно Так и здесь Вся наша жизнь Это магия Если по-другому Говорить Потому что Вся наша жизнь Это энергия В твердом Жидком Газообразном состоянии Я хотела дополнить Я хотела дополнить Мы нигде это не указали Но девочки Кто у нас Астрологи Присутствуют Они знают Что 22 декабря Юпитер меняет знак Юпитер переходит Наконец-то Рыб Вот это непонятные ситуации Планета Планета Юпитера Это планета Больших возможностей Это планета счастья Планета расширения Планета успеха И она переходит В знак Овен А что такое Овен Он не терпит Неясности Он отвечает За свою жизнь Он принимает решения Поэтому Как никогда Очень даже неплохо Что мы Причем Я когда Обсуждала Дату Начала Начала Марафона Я даже Я забыла об этом Я только потом Это увидела Думаю Вот случайность Не случайно Я очень хотела Подгадать Под зимнее равноденствие 21 января Но в любом случае Могу сказать вам Что 20 21 22 23 Это дни С очень Низким Вибрационным Полем Действительно Когда Мы Легче Можем Подключаться К пространству Мы легче Можем Чувствовать Астральное поле Мы будем Более чувствительны И плюс 22 декабря С Юпитером Вовнем Мы начнем уже Принимать решения За свою жизнь Как никогда И избавляться Из нашей жизни От каких-то Непонятных Ситуаций Иллюзорных Субтитры создавал DimaTorzok